МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представителями федеральных министерств Российской Федерации приведению к единообразию образовательных стандартов в республиках Донбасса и Российской Федерации. Сегодня состоялся ФКС с Советом Федерации, посвященный вопросам образования. И в частности, хотелось бы отчеркнуть то, что ставился вопрос о том, какие из вузов Российской Федерации будут действительно вузами противоритивыми для вузов ДНР и ЛНР. Соответственно, мы уже ведем работу, и в прошлую неделю вели работу на эту тему, но сейчас ставятся вопросы об уточнении в этом плане. То есть, действительно, если прежде ставился вопрос о действительно тех или иных дружественных отношениях, тех или иных договорах между вузами, то сейчас вопрос будет уточняться, и в этом плане тогда помощь от вузов Российской Федерации будет более точечной и более подробной. Далее, действительно, в рамках работы Совета Федерации ставился вопрос еще и о действительно нашем общем образовании, то есть тех вопросах, которые касаются и обеспечению, и книгами тех территорий новых, но в новоприятиях Донецкой Народной Республики, прежде всего Луганской Народной Республики. У нас это очень большая тема и очень большой вопрос. И в этом плане, действительно, решение этого вопроса будет фундаментально в том, что далее. Следующим вопросом следовало бы подчеркнуть действительно то, что переподготовка самих и школьников, и преподавателей, и учителей действительно на стандарты Российской Федерации в этом плане, потому что в принципе та или иная в этом плане их однобокость в отношении языка действительно ставят их положение неравноценных в рамках нашего социума и Луганской Народной Республики Российского. Естественно, в этом плане подготовка является фундаментальной вещью. Всесторонняя помощь и поддержка организованы на всех уровнях. Так, на сегодняшний день Российская Федерация готова предоставлять школам Луганской и Донецкой Народных Республик средства для приобретения учебников на русском языке, а также ресурсы для оснащения классов, соответствующих российским стандартам. Видеомост Комитета Совета Федерации по науке образования и культуре с Министерством образования и науки Луганской Народной Республики и Министерством образования и науки Луганской Народной Республики по актуальным вопросам взаимодействия в сфере образования. Главные договоры предусматривают в том числе и то, что мы будем сотрудничать в области культуры, искусства, образования, науки, технологий. Встреча с Санкт-Петербургским городом университет директор Владимир Светович Ледвиненко предложил, чтобы каждый вуз, работающий в Луганске, в Донецке, был закреплен за российским университетом. Молодые педагоги из Российской Федерации и молодых республик Донбасса готовы работать на освобожденных территориях, несмотря на сопряженные с этим трудности. Представители Министерства образования и науки Российской Федерации особенно отметили активность университета в Луганской Народной Республике даже несмотря на проведение специальной военной операции. Так, в Луганском государственном университете имени Владимира Даля, несмотря на близость к линии разграничения, проходила конференция, посвященная жизни и трудам Владимира Ивановича Даля, которая особенно запомнилась коллегам из России. Мне хотелось бы отдельно, конечно, поблагодарить всех коллег из Российской Федерации, потому что мы работаем настолько в тесном сотрудничестве, начиная с Министерства просвещения и заканчивая вузами, школами, детскими садами и теми же средними профессиональными образователями учреждениями. То есть, действительно, вся Российская Федерация работает с Луганской Народной Республикой. Я понимаю, что это могу сказать и за Донецкую Народную Республику. И, конечно, мы понимаем, что самый сложный процесс – это процесс образования. Образование не просто, как говорили коллеги из Государственной Думы, что это не просто построить дом с современными технологиями, а это действительно большая психологическая, моральная, идеологическая подготовка. И в первую очередь особенно к этому надо готовить учителей, с одной стороны, и с другой стороны родителей, ну и потом уже непосредственно с детьми заниматься. Но мне бы хотелось отметить, что в этом случае у нас огромная работа проводится отдельно с Министерством просвещения Российской Федерации. У нас проходит совещание также межведомственная комиссия с Министерством просвещения. Также мы работаем отдельно с департаментами Министерства просвещения Российской Федерации, а их там тоже много по разным направлениям. Это международная деятельность, это и курсы повышения квалификации для учителей, это и летнее оздоровление, это программы, это учебники. Ну то есть вот по всем направлениям, которые есть в Российской Федерации, в самом Министерстве просвещения у нас тоже закреплены. Я хочу на этом отдельно подчеркнуть, что то, что наши вузы и наше среднее профессиональное образование получает аккредитацию в Российской Федерации, это, конечно, подтверждение, но лишнее подтверждение того, что качество нашего образования и качество нашего обучения, потому что понятно, что мы, начиная с детского сада и заканчивая студентами высшей школы, мы работаем абсолютно зеркально с Российской Федерацией, то есть у нас государственные образовательные стандарты Луганской Народной Республики соответствуют государственным образовательным стандартам Российской Федерации. Не только образовательный процесс, но и психологическая поддержка детей и молодежи с освобожденных территорий необходима на всех уровнях. Для организации деятельности в этом направлении проводится активная работа с привлечением специалистов самого широкого профиля. Редактор субтитров А.Семкин